18 августа израильские оккупационные силы ворвались в офисы семи палестинских неправительственных организаций, обыскали их, конфисковали компьютерное оборудование и документы, а затем заварили их двери, объявив организации закрытыми. Их обвинили в связях с Народным фронтом о освобождении Палестины. Сколько продлится принудительное закрытие, неизвестно. Нынешние нападения являются продолжением прошлогодних нападений на МПО, финансируемые ЕС. В 2021 году Израиль назвал палестинские группы гражданского общества террористическими организациями, несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих эти утверждения. Кроме этого, организации были обвинены в нецелевом использовании европейских средств. И эти обвинения не были подтверждены. А Европейский Союз еще раз заявил о поддержке НПО, поскольку они играют решающую роль в продвижении международного права, прав человека и демократических ценностей. Но должной реакции европейцев на действия сионистов не было. На фоне этой ситуации член Конгресса США, палестинского происхождения Рашидат Лаиб, призвала администрацию Байдена привлечь Израиль к ответственности. Независимо от того, какая ложь придумана для оправдания нападения на правозащитников, эта кампания не увенчается успехом, потому что арабы, американцы и другие люди во всем мире все чаще видят реальность обращения Израиля с палестинцами. Я призываю Белый дом осудить эту агрессию против палестинского гражданского общества и принять меры, чтобы элиминировать данное решение. Политик отметил, что организации, офисы которых подверглись обыску и разграблению, оказывают, например, медицинские услуги множеству людей во всей оккупированной Палестине, где израильское правительство обычно отказывает им в помощи только потому, что они палестинцы. Продолжение следует...